Жители Армении продолжают требовать отставки Никола Пашиняна. По их словам, премьер-министр и его команда усугубляет и без того тяжелую социально-экономическую ситуацию в стране. За годы пребывания у власти Пашиняна Армению покинули около 300 тысяч граждан. Продовольственные товары подорожали на 50%, а из армянских благотворительных фондов было расхищено более 250 миллионов долларов. «Я никогда не любила жаловаться, но сейчас уже сыта по горло. Не могу молчать. Нервы на пределе. Пашинян думает, что его решения облегчают нам жизнь, но на самом деле это не так. Он увеличивает размер пособий на сущие копейки. Пускай эту мелочь оставит себе. Лучше бы он просто ушел». Армения отмечает жителей. Закрепила за собой статус самой отсталой страны на Южном Кавказе. Внутри армянского общества усилился раскол. В стране что ни день, то митинги. Доходы же жителей остаются мизерными, отмечается в многочисленных докладах международных организаций. «По оценкам международных организаций, только за первые месяцы этого года число армянских граждан, живущих в крайней нищете, увеличилось на 80 тысяч. Сегодня руководство страны всеми возможными способами отрицает эти факты и пытается представить ситуацию в ложном свете. Понятно, что их политика построена на лжи. Наши граждане не получают необходимые социальные пособия для нормального проживания». По состоянию на конец июня 2022 года государственный долг Армении составил около 9 млрд 933 млн долларов. Только за первые шесть месяцев госдолг вырос на 706 млн долларов или на 8%. Недовольные жители уверены, что сам Пашинян ни в чём себе не отказывает, опустошая государственную казну. «Интересно узнать, сколько тратит Пашинян месяц, на какие деньги он живёт. Ему и миллиона будет мало. Слава Богу, я в своё время нормально зарабатывала. Сейчас могу хотя бы донашивать свою старую одежду». Армянская оппозиция намерена возобновить массовые акции протеста в сентябре. Демонстранты рассчитывают, что премьер-министр Никол Пашинян будет вынужден подать в отставку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова